Пасхальные куличи начали готовить в Спасо-Преображенском храме. Раньше работники куличи для своих прихожан покупали у разных производителей, только их украшали. В этом же году собственное производство оказалось экономически выгоднее. С подробностями Татьяна Репина. Предпасхальная неделя для любого храма – это особенное время. За семь дней нужно успеть подготовить церковь, украсить зал и навести чистоту. Всех в это время объединяют добрые дела. Например, благотворительные акции для детей или приготовление главного символа праздника – ароматного вкусного кулича. Молока, муки 5 килограмм, туда идет 1250 грамм сахара, 40 яиц идет туда, ванилин. Ароматную сдобу в пекарне Спасо-Преображенского собора готовят по рецепту начала 20 века. Нашли в интернете. Елена Баданина за раз замешивает 11 килограммов теста. Из них выйдет 20 больших или 105 маленьких куличей. Вот прям до граммулечки уходит вот это тесто вот в эти маленькие куличики. И просто, да, уже не удивляюсь, господи, слава тебе за все, что так вот управил все. Обычно Елена работает в храме с вечницей, наводит чистоту, следит за порядком и помогает прихожанам. Перейти на кухню и надеть фартук пекаря потолкнули изменения в мировой экономике. Храму стало невыгодно закупать готовые куличи у кондитерских. Решили открыть свое производство. Пригодились помещения бывшего православного кафе при храме и хобби Елены – кондитерская выпечка. Вот я здесь у вас тут и собираю, да. Вам передаю в перчатках. А вы укладываете туда. И ставите на место. Видите, как у нас быстро дело спорится, да? Сейчас сразу двухдневную норму сделаем с вами за пару часов. Поработать в пекарне храма и приготовить куличи к Пасхе может любой желающий. Главное требование – навыки выпечки и кондитерского декора. Закрываем вот это вот все зелененькое, чтобы не видно было, на что мы клеили. Хотя там вкусный шоколад. Шоколад на самом деле вкусный. Я тоже попробую его. Большая часть куличей отправится на продажу по средней цене. Вырученные средства храм направит на благотворительность. Остальные куличи по традиции подарят нуждающимся – одиноким пенсионерам и семьям, в трудной жизненной ситуации которых опекает храм.